Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья и вы снова на канале Европлант Лайв. Мы продолжаем рубрику многолетних цветов и сегодня речь пойдет об удивительном, невероятном, потрясающем растении, которое известно всем. Героем нашего сюжета стал клевер. Ну скажите, разве есть кто-нибудь, кто не знает это растение? Конечно нет, его знают все. Клевер, как и одуванчик, подорожник и лесный известен всем с раннего детства. Но вот любят, любят его немногие. Большинство борются с ним, особенно если он заполонил весь газон. Моя задача сегодня полностью перевернуть ваше представление об этом растении. Более того, я постараюсь вас убедить в том, что клевер мы сажаем и сажаем в цветники. А поможет мне в этом нелегком деле мой друг и коллега Денис Баташев. По уже доброй традиции я начну, а он подхватит и продолжит. Начну, как обычно, с истории. Что мы с вами знаем о клевере? Клевер – это многолетнее растение из семейства бобовых с тремя листьями, с латыни он так и переводится. Три листника. Но иногда попадаются раритеты. С четырьмя листочками. Многие считают, что найти такой экземпляр – это к удаче. Наверное, поэтому многие до сих пор выбирают клевер в качестве символа или талисмана. Стоит только набрать в поисковике «Клевер», и вы увидите, что удачей клевера хотят воспользоваться все возможные интернет-казино, фирмы по продаже косметики или экологических продуктов питания. Даже есть издательство «Клевер». Но не все знают, что клевер может иметь 5-6 или более листьев. К примеру, в книге Гиннесса есть запись о клевере с 5-60 листовыми пластинками. 56! Вы только себе представьте! Я лично не могу. У меня не хватает воображения. Хотя с фантазией у меня все вроде бы хорошо. Нам с вами хорошо известны два вида клевера. Это клевер белый или ползучий и клевер луговой или красный. У белого клевера впечатляющий ареал обитания. Его можно встретить по всей Европе, на Кавказе, в Сибири, в Азии, в Австралии, в Новой Зеландии, даже кое-где в северной части Африки. Он не будет чужаком. В основном его используют как кормовую культуру или как медонос. Правда, цветы у него устроены таким образом, что опылять его могут лишь шмели. И пчелы, но это не столько важно. Именно из этого клевера делают газоны. И именно с ним вы ведете неустанную борьбу. Если вам будет интересно, то мы такому газону посвятим отдельный выпуск. Расскажем и как ухаживать за таким газоном. И как бороться с ним, если вы предпочитаете газон из лаков, а не клевера. А пока посмотрите на его декоративные сорта. Гринайз. Листочки нежно-салатовые. Внутри трилистника коричневый ободок. Вокруг темно-зеленого цвета. Дагдансер. Бордовые листья с ярко-зеленой окантовкой. Цветки белые. Драгонс Блуд. На светлой листве ярко-красные штрихи. Жозефина. Бордовый центр с тонкой белой каймой и зелеными краями. Спринг. Зеленый центр с коричневой окантовкой и светло-зеленым салатовым краем. Сальса Дансер. Листья зеленые с тонкой белой полоской по центру и красной широкой окантовкой. Изабелла. Листья карминного цвета с темно-фиолетовым оттенком и зеленым градиентом в центре. Красный клевер вам тоже хорошо знаком. Его также можно встретить в Европе, Сибири, северной части Африки. Правда, красный клевер, в отличие от белого, смог добраться и освоиться еще на Камчатке. Назначение такое же. Кормовая культура. Вот только для газона он не очень подходит. Так как растет кустиком, не расползается, но зато его сорта вряд ли оставит вас равнодушными. Чего только стоит розовый персик. Пичпинг. Все вышесказанное, конечно, хорошо и интересно. Но вряд ли я вас убедила бросить все свои дела и бежать заказывать семена или взрослые растения. Тем более, мой рассказ не мог заставить выделить под эту культуру часть цветника. Ведь так? Наверное, это потому, что я ни слова не сказала про бледно-желтый клевер. Именно он главный герой нашего сюжета. И именно он поразил мое воображение, когда я его увидела впервые. Глядя на него, вам и в голову не придет назвать его кормовой культурой. Он хорош почти всегда. В отличие от своих собратьев, он хорошо держит форму. Не разваливается. Вам не надо будет придумывать под него опору. Высотой он около полуметра. Зацветает в конце июня. Но основное цветение приходится на июль. Посмотрите, какие эффектные и большие у него цветы. Также он декоративен осенью и даже зимой. Конечно, под полуметровым слоем снега вы его не увидите. Но иний и первый снег делают его крайне очаровательным. Если честно, то я все больше и больше склоняюсь к тому, что многолетники не надо срезать осенью, а лучше это сделать весной. Так они могут продлить декоративный период вашего сада еще на пару месяцев. Это, конечно, касается лишь тех растений, которые не превращаются в кашу сразу после первых заморозков. Как, к примеру, хоста. Но, по-моему, я немного заболталась. Надо дать слово моему коллеге Денису Баташеву. Довольно неожиданно увидеть в цветнике клевер. Большинство видов клеверов действительно не подходят для использования в цветниках. Но вот данный вид, клевер бледно-желтый, распространенный в основном в Южной Европе, оказался совершенно очаровательный в цветнике. Чем он хорош? Вот смотрите, сейчас середина августа, большинство наших клеверов после цветения, у них пожухла листва из крупных клеверов, например, клевер красный. У него будут бурые листва пожухшие, а у этого листья зеленые, причем сверху донизу. Цвел он, начал цвести в конце июня и цвел практически почти месяц. Соцветия у нее крупные, где-то 5-5,5 сантиметров, даже до 6 сантиметров высотой, и в диаметре около 3-4 сантиметров. Очень ароматный, аромат чувствуется за несколько метров, очень привлекательный для шмелей. И совершенно спокойно, вы видите, можно его высаживать в куртину, можно использовать как акцентное растение. В общем, данный клевер оказался удивительно хорош для использования в цветниках. Несмотря на южно-европейское происхождение, зимует он у нас отлично, цветет тоже хорошо и обильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова